Врата воздаяния 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 другое, чтобы не слишком мрачно было перед Росшишем. Человек, когда он ищет себе пару, жену, тоже вопрос заслуживает или нет. Если у него достаточно денег выплатить, может быть в каких-то культурах, в каких-то временах это было. Сегодня это намного меньше. Я не говорю, что деньги не фигурируют. Фигурируют. Но основной вопрос заслуживает ли он достойного или нет. Что заслужил, то и нашел. И поэтому нужно себя заслуживать, но только какое, это уже второе вопрос. Согласен. Поэтому нужно себя готовить. Не поэтому, а потому что Всевышний хочет, чтобы мы проявляли его в этом мире. Поэтому нужно. В частности, я понимаю, что от этого зависит не только какой у меня будет счет, а и то, как я буду получать и в этом мире, и в грядущем. Сейчас мы будем как раз уточнять, что касается этого мира, что касается грядущего мира. Но если среди половины греховных поступков, средних, бейноним, был грех намеренного неисполнения предписывающих заповедей. Сколько у нас есть заповедей? 613. 613. Сколько предписывающих? 248. 248 предписывающих, 365 запрещающих. Какие, к примеру, аре? Да. Какие есть повелевающие заповеди, которые ты сегодня делал? Тфилин. Давайте возьмем тфилин. Я знал, что аре ответит тфилин, поэтому я читаю, как здесь написано. Например, еврей, который не накладывал тфилин. А теперь Андрей мне скажет вторую заповедь, которая здесь написана. Какую заповедь, повелевающие до с утра делал? Не читал шма. Так должно быть. Я же не спрашиваю человека на улице, который не понимает, о чем идет речь. Я знаю, что в эту книжку не открывали. Но поймите, что все книжки... Но ты это помнил сейчас наизусть? Нет. Но поймите, что в принципе все идет из одного источника, вы слушаете здесь, слушаете там, вы знаете, какие мы заповеди вам подчеркиваем, и на автомате вы очень часто будете говорить правильные вещи, потому что вы сейчас настроены на правильный лад. Поэтому вы настроены на правильный лад. Вместо того, чтобы прочитать, не накладывал тфилин, я услышал, какую-то заповедь делал, тфилин, какую-то заповедь делал, шма. То есть это именно заповеди, которые здесь у меня приводятся. Такие люди, которые преднамеренно это не делали, они опускаются в гееном. Человек, который преднамеренно не делает повелевающие заповеди, повелительные заповеди, он спускается в гееном. И такие спускаются в гееном, вопят там от ужаса и поднимаются оттуда исцеленными. Это то, что ты упоминал сейчас. Секундочку, здесь у нас сейчас будет несколько нюансов, которые, я думаю, ответят на большинство твоих вопросов. И, как сказано в книге Захарии, проведу через огонь и очищу я их, как очищают серебро. И так же сказала Хана, которая была матерью пророка Шмуэля. Ашем умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и поднимает оттуда. Но тот, у кого грехов больше, чем заслуг. И среди них грек намеренного неисполнения предписывающих заповедей, о чем было сказано раньше. А также грешники народов мира, не праведники народов мира, именно грешники, они спускаются в гейном. Грешники народов мира, которые совершали преступления своей плотью, например, развратничали, они спускаются в гейном и наказываются там в течение 12 месяцев. Дойдем. По истечении 12 месяцев их тела истребляются, души сжигаются. То есть их не остается вообще. Все равно? гейном извергает пепел и ветер рассеивается под стопы цадиким, как сказано, и будете топтать решаим. Я специально сейчас делаю обратный перевод с русского на иврит. ибо они станут пеплом Афар под ступнями ваших ног в тот день, когда я определю, сказал Бог воинств. Это из книги Малахи. Да. Божественным огнем. Так тебе понравится? Как это понять? Они что сейчас Саша пытался сделать перед тем, как принес камеру? Я удалял файл. Файл удалял. Файл будет удален. Душа будет аннулирована, удалена. Она исчезнет. Ее полностью стирают. То есть в начале наказания в любом случае следует. Не то, что человек сразу умер и его нету. Он умер, что он получает прежде всего наказание. Душа. Душа как божественная, потому что она от Бога. Бога это и уничтожает. Как часть целого. Веседр вернется к Всевышнему, но она уже будет полностью обезличена. она будет я не хочу сейчас выдаваться в законы сохранения энергии, в законы сохранения божественной энергии и так далее. В принципе, я думаю, что они работают в значительной степени по схожим принципам, но это не значит, что личность остается. Все, ее нету. полностью уничтожают. Мы сказали после роман говорит, это происходит после 12 месяцев. Все это? Угу. Что? Я дойду до этого немножко позже, но в принципе в двух словах скажу. Мы сейчас находимся перед Рошашина. Что такое Йом? Мы с вами говорили, что это море времени, которое ограничено. Что такое Шана? Есть такое понятие круговорот воды, есть круговороты времени, год. У тебя есть круг в календаре, у тебя рисуют круг очень часто. И фактически ты делаешь круг. В жизни на самом деле это не круг, который крутится на одном и том же месте. Это скорее спираль, которая раскручивается по кругу, но она проходит цикл. Когда мы говорим 12 месяцев, то по большому счету мы говорим про полный цикл. То есть душа должна пройти полный цикл исправления. И полный цикл страдания, потому что исправление идет через эти страдания. Все одно? после этих страданий она исчезает. Если она заслужила такого уровня наказания, что она должна исчезнуть, то она исчезает. Если же мы увидим, что в ряде случаев она будет получать наказание намного меньше, чем 12 месяцев, получит свое наказание и выйдет и будет получать удовольствие от Всевышнего, душа будет уничтожена, если это злодей, который делал это предумышленно. Про этого человека мы говорим, он себя загнал в ситуацию, что он пройдет полный цикл наказаний и после этого он будет стерт. А если делал он один раз или постоянно непонятно сколько раз надо сделать это у него есть бога. Смотри, если человек один раз не сказал шма, пусть даже предумышленный не одел тфилин, но этот человек, который не сказал шма не одел тфилин, сделал живу исправился, все, у него уже этого прокола и нету, понимаешь? Но он должен туда принести. Есть, если хотите отдельно, потом можем получить виды искупительных жертв, когда приносится хатат, когда ашам вода, когда ашам талуй, за что их приносят, чем это должно сопровождаться, искупает это сразу, вместе с емким пуром и так далее, здесь есть порядок, рамбам это как раз довольно подробно разбирают, но не только рамбам. Все это? Я сейчас этим заниматься не буду. человек говорит, не хочу я одевать филин. Я понимаю, что это надо, но мне тяжело. Принамеренно не хочу. Это не то, что у меня не получилось, я опоздал, я проспал, я... Это разные вещи. Ты понимаешь? Я очень хочу, но я не успеваю, мне не досят булочку пятую съесть ваще. Ну вот не успеваю я никак, на шахаре, а потом далеко до другой синагоги идти и так далее, и так далее. В жизни обычно ну так вот любили. И я по себе знаю, что ты когда-то делаешь, ты говоришь, что я нигде не был. Я не хочу, я хочу быть хорошим. Ну не случается. Это уже не будет преднамеренно. То есть если это не бунт, чей бунт такой? Преднамеренно, это бунт, да. Цена? Хочу, что надо. Подожди, знаю, что надо, но не хочу, не буду я этого делать. В принципе. Да, вы мне говорите, что нужно прийти на урок, не пойду я на урок, не хочу. Что вы от меня хотите? Ты такого не слышал, никогда слышал? Я согласен, что то, что ты говорил, очень распространено, но это не то, о чем мы говорим. Да, Андрей, ты хотел что-то уточнить? Ну вот человек, допустим, вот он спит, вот ты поднимаешь, кухню, и жди, там надо, звери на ней. А он тебе говорит, да, не, не хочу, мы вообще посвали. Это считается, как бы, как бы, как бы, это не бунт. Это, это называется, что человек слабак. Тогда все можно принимать от кого-либо? Не все. Есть очень часто ситуация бунта, когда человек говорит, я не хочу. Ты мне говоришь, что это нужно, я не хочу. Дал себе мне твилин, ты что-то тогда не так слышишь. Не буду я у него твилин, зачем он мне нужен? И снова таки, про твилин тоже. Может быть ситуация, когда ты попытался поймать какого-то русскоязычного еврея посредине улицы, который в жизни никогда не одевал твилин, и ты прицепился к нему с твилином, он говорит, не хочу. Это не бунт. Он не понимает, что это. Это не бунт. Он просто не понимает, о чем идет речь. Да, он не соблюдает, но здесь бунта как такового нет. Речь идет про то, что человек знает, что это. И, к сожалению, я знаю несколько ребят, которые здесь учились, которые говорят, ну да, если у меня получается, я одеваю. Я специально сформировал в такой форме. Если получается, я одеваю. Или даже я иногда, если я около Котеля или в центре города, я специально делаю крюк для того, чтобы пойти к заварникам, чтобы мне они одели. Садик. Насчет садик я промолчу. Насчет садик я промолчу. Но насчет бунт, я не скажу про этого человека, что он бунтует против. Да, он это не сделал. Но здесь я думаю, что это больше именно намеренное невыполнение. Он не пишет невыполнение. Он мог написать, убрать слово намеренное и написать, если есть грех невыполнения предписывающих заповедей. Червь не одел тфелин. Нет, он не написал этого. Намеренное. Бунт. Бунт на корабле. Если есть бунт на корабле, какой результат мы говорим? Жесткий. Ромбанг что говорит? 12 месяцев погорит. 12 месяцев в ГИНО. И потом... Сожгли, стерли. Тебя больше нету. Что? Промогируй, что с ГИНО. Поэтому я с Сашей привел из-за чего мы задержались с уроком. Потому что нужно очистить. Использовать потом. Но уже в очищенной форме. Это не предисловие. Прошли уже треть главы. Но продолжим. Но насмехающиеся над словами наших мудрецов. Благословенная память. Еретики, вероступники, безбожники, отрицающие Тору и не верящие в воскрешение мертвых. Подражающие образу жизни неевреев. Обратите внимание. Насколько жестко он... В какой ряд он вставляет те, кто подражает неевреям? А также те, кто наводили ужас в стране живых. Это цитата из Ихискеля. То есть всякие богачи или цари, которые ради себя всех загоняли жестко под свою руку. Эксплуататоры. Даже если они не вводили народ в грех, а ввели его прямым путем, тем не менее народ направлял свои чаяния добрые на службу им, они на службу Всевышнему. И те, кто грешили, сами вводили в грех многих. Классический пример Ировам бен Невад, который расколол... который расколол царство, который повел... Ировам бен Невад. Ировам бен Невад. Его сподвижники, они спускаются в геном и караются там веки вечные. Такие же там сожгут и анулиют. Нет. Это следующий пункт. Извини. До этого мы говорили про грешников, которые не делают... у которых больше грехов и которые намеренно не выполняют повелительные заповеди. Про них мы сказали 12 месяцев форматирования. Сейчас мы говорим про тех, которые восстают вообще против сущности Всевышнего, по большому счету. Не просто делают какой-то бунт маленький. Они вообще в принципе против Всевышнего. Они в принципе не готовы его воспринять. Они ставят под сомнение... Не просто под сомнение, они ставят под сомнение и ведут других к тому, чтобы не воспринимать Всевышнего. Вот как вот воспринимает Тора от атеистов? Вот как Тора воспринимает атеистов? Что с ними? Давай я немножко изменю формулировку. Здесь подразумеваются воинствующие атеисты. Которые не успели того, что они до конца жизни? Да. Не просто атеисты, которые сейчас другие... Воинствующие атеисты. То есть те, которые... Одно дело, когда человек... Знаешь, я очень часто среди людей, которые, может быть, себя назовут и атеистами, если ты спрашиваешь про их религиозную принадлежность. Но ты спрашиваешь, ты веришь, что есть высшие силы? Конечно. Ты веришь, что... Конечно. Но если спрашиваешь, веришь, что нужно идти по законам такой религии, по законам такой религии, он скажет, я атеист, как ты можешь такое подумать? который полностью отрицает... То есть он отрицает божественность, он отрицает... Он вообще отрицает смысл всего духовного существования. А в чем смысл скрещения и Абдух? Кто они такие, чтобы скрещить? В смысле, кто они такие? А зачем информация? Весь еврейский народ. Здесь будет отдельная глава по поводу этого, я сейчас не буду на него ответить. На этот вопрос отвечаю. Здесь есть отдельная глава, я могу сейчас сказать через секундочку. Они желали синагогу поджог, это будет считаться желонотерист или он просто мужчина? А зачем синагогу поджог? Он эпидемист или для что? Или это просто мужчина? Для чего он поджог? Я не верю, сейчас я буду зажгнуть. Да, я думаю, что он будет относиться к этой группе. Вот эта категория, которая будет лишней. Но это знаешь в 20-е годы существовала еврейская секта, еврейская секция, евсекция. Евсекция, да. Чем они занимались? Они боролись против лунаизма. Практически все в этой секции были сами евреи. И были страшные антисемиты, которые боролись с всем, что связано с Торой и со Всевышним. с еврейским народом как народом на самом деле. И очень часто они боролись с помощью конфетки, с помощью сала. Голодающим это не смешно. То есть они пытались хоть мытьем, хоть катанием сломать человека и выпихнуть его из еврейства. Вы помните, мы с вами когда-то говорили про свинину, которую дали в Освенциме. Да, да. Чем это не? Ну смысл такой, чтобы застать. Зачем дать свинину евреям, которые умирают с голоду в Освенциме в емки-пур. Именно в емки-пур не в какой-то другой день. Они имели право и они спросили рабина, вы рабины сказали, что право они имеют. Но никто не согласился, потому что они сказали мы люди, мы не животные, нас сейчас хотят превратить в нелюдей. бог помиловал или немцы поиздевались? Я ответил, рабины ответили, что это разрешено. Потому что они все находятся на грани смерти и может быть это даст какие-то силы. но здесь есть нечто больше чем жизнь. И мы сейчас говорим про жизнь грядущую. А я читала книгу австрийского психолога, который прошел все вагеря, он еврей, и он очень крупный психолог, он написал жизнь не да, это бесцеллер. Он рассказывает, что они не кушали вот эту поклёпку водой, не рассказывал про кусочек сала. Может быть он был в другом лагере. В четырех лагерях он прошел там. И они как мертвецы ходили там иногда когда картошечку ему попало. Или картошку, или чаще это была не картошка, брюква или кормовая свекла. Не, ну они до этого бы даже не поели, они перестали быть людьми. Потому что они как отказ от принципа, они теряют свое еврейство, то есть они писали. Даже и мы сказали кушать. В конце концов, тоже человек, он не еврей. И они не стали не людьми. Мне годится формулировка не нелюдь, а человек, который теряет свои принципы. Но я просто как раз и хотел сказать, что человек, у которого нету принципов, он не человек. Он не человек. То, что отличает человека, то, что у него есть духовные ценности. Если человек живет, у него нет никаких ценностей, то это уровень животных, это не уровень человека. То, что отличает человека в значительной степени, это что у него есть ценности, то, что он может сформулировать и жить по ним. Седр, иногда мы говорим, что есть ценности, есть ценности более критичные, менее критичные. Здесь их загоняли в угол, чтобы они отказались от того, что у них есть вообще ценности. Чтобы вы поняли, половина евреев, которые находились в лагере, они были светскими. И они стали кушать эту свинину. Не потому, что они ее не кушают, они по жизни ее кушали всегда. Они не хотели потерять облик человека, потому, что они понимали, что то, что им сейчас пихают эту свинину, эту свинину им пихали не для того, чтобы их накормить, не потому, что жалились над ними в емкий бур, для того, что их хотели ткнуть. У вас сейчас день, когда вы понимаете, что у вас идет духовный суд, вы отказаться от Всевышнего. Это то, что им говорили. Вы должны отказаться от того, что вы имеете какие-либо принципы. Извини меня, любой человек, оставь, еврей или не еврей, здесь роли не играют. Любой человек должен иметь свои принципы. Если у этого человека нет принципов, какая разница, он еврей или не еврей. Какой он человек? Тем более того, они понимали, что скорее всего они все уйдут. Но у меня есть достоинство, это как бы остаться человеком. Я вот попоем, а все про меня задушило. Я погибну, как отказавшийся, как слабый. Потому что я выкинул мусорку свои принципы. Именно об этом идет речь. поэтому мы не спорим. То есть тебе не нравится определение нелюдей? Ну потому что это немножко радикально звучит. Радикально я специально это взял крайне радикально. Не просто радикально, крайне. Но человек без принципов он такой. Это не играет роли еврея или не еврей. Просто у евреев не евреев будут разные принципы. Это уже другой вопрос. Не может быть человека без принципов. Да. И это не играет роли еврея или не еврей. Любой человек он должен иметь свои принципы. Ты без принципов кто ты. Я не случайно взял эту книжку. Здесь есть очень много мыслей которые человек должен прокручивать сам через себя. Не мои слова. Чтобы у вас эти мысли начали скрутиться перед Рушишина перед Йон-Ки-фуром. Это именно сейчас тема которую вы должны ощутить. Цена? И здесь он продолжает следующий подпункт в этой же теме. И этот день о котором сказали молодые лица три группы в день суда. Есть день предназначен для всеобщего суда. Как сказано в самом конце предпоследней посылки книги Малахи. Кстати известная песенка есть которая включает в себя эти слова. И здесь он приводит день всевышнего великий и страшный. Почему он великий и страшный? День суда. День суда. Но здесь имеется в виду день суда который будет вообще фактически при переходе от этого мира к миру грядущему. И в этот день срок учили в главе Хелик Перек Хелик трактат Сан-Гедрин 107 лист последняя глава которая последняя глава трактата Сан-Гедрин где очень много посвящено именно и понятию суда и понятию грядущего мира и понятию преступления наказания у поколения потопа нет удела в будущем мире вообще никакого но те которые погибли во время потопа все аннулировали все а уже у жителей из дома нет удела в грядущем мире но они предстанут перед судом то есть поколение потопа они фактически даже суда не заслужили они хуже чем жители дома жители дома не дотянулись до их уровня да нет по мнению рамбана по крайней мере сто процентов нет цена все а дамы я сейчас в расчет не беру который хоть он и был до потопа потому что адам это общая душа которая включала в себя всех кто родится после него цена поэтому прямая линия в любом случае она включается те души а те души которые были именно уничтожены во время потопа угадал угадал смотри вопрос на самом деле сложный я тебе сейчас объясню почему он сложный вопрос сейчас когда мы говорим про одна адама в частности про новых может быть не так когда мы говорим про адама то в значительной степени это образ творения всевышнего и это не подчеркивает этот человек был единичный единичный или это был человек идея поэтому мы знаем что люди по большому счету в источниках мы тоже можно найти что люди существовали до адама сейчас объясню да и нет он первый человек который впитал идею всевышнего и который стал человеком с большой буквы то что называется поэтому мы говорим адам с большой буквы он стал человек с большой буквы до этого фактически это были не человеке а человекообразные существа которые могли делать копия которые могли делать какие-нибудь там камни которые вы может складывали себе хижины термиты строят себе домики на что они стали людьми от этого или кто-нибудь там шимпанзе лесные обжигают копья перед тем как их используют да да какие милости они на скале они то что они рисовали на скале ты сегодня пытаешься в меру своего ума из своей души пытаешься описать что они рисовали вполне возможно что они рисовали картинку которые они видели сейчас боя или охоты ты не найдешь там а может быть и найдешь но ты не поймешь у тебя совершенно другой другие понятия ты не можешь понять что они хотели не хотели цены это не человек то что мы сейчас я не хочу в этом отношении рафаерман у него намного более красивые описание человек искусства не технарь как я как появился физическое тело человек потому что физическое тело было в принципе и до этого то что я говорю человекообразные существа были до этого идея человека идея восприятия всевышнего идея того что появляется абстрактное мышление и так далее это то что рафаерман назвал идеей из этой идеи мы можем вывести как мысль может быть физическое тело физическое скорее всего это был ряд людей которые получают от всевышнего снова таки с точки зрения физической адам когда он родился неправильно неправильно я не знаю у вас альфметика плохо может быть посчитать посчитаем нет неправильно неправильно когда мы говорим про адама то адам он был сотворен не в роша шана он был сотворен не на седьмой день творения она шестой одни творения мы сказали они могли из себя представляет не это море времени которое отделено поэтому вполне возможно что каждый из этих дней длился сотни миллионов лет сотни миллионов лет сотни миллионов лет поэтому адам который у нас первый первый человек назовем его так вполне возможно что он появился не знаю 500 40 тысяч лет назад сколько там пишут кроманьонцев 40 тысяч обычно пишут может быть он появился 40 тысяч лет назад и кроманьонцы которые были это его потомки может быть он появился миллион лет назад и это включает себя и кроманьонцев и неандертальцев и эректусов и всех кого там еще как обзывают прямоходящие эректусы то есть поэтому я сейчас не хочу и мне это не актуально я знаю что человек появился в шестой день шестой день он длился очень много это не полгода и не один день в современном исчислении с ноахом вопрос намного более сложный потому что понятно что ноах это уже фактически он почти пересекается с авраамом все равно то есть но пересекается секундочку ноах ноах с адамом не пересекается хотя и близко а он не пересекается он пересекается с отцом авраама с точки зрения того что написано в цифрах в тексте да или старых мы на проверить час будет вылетели у меня все эти даты который 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 встретили потом здесь эвер эвер пересекается не только с авраамом он пересекается даже с яковом эвер сын шема а и шем собственно говоря шем сын ноаха он с авраамом пересекается напрямую сын но от шема соответственно 9 секундочку и получается что может быть я не хочу сейчас говорить в принципе общий подход всегда был что все живущие на земле это потомки ноаха с но так если мне спросите а может быть там какое-то племя где-нибудь непонятно где боковое племя которые сохранились может быть звучит в принципе что это нет с точки зрения пшата тора понятно что нет но с точки зрения того что они в любом случае не имеют никакого влияния и что они в любом случае поглотились нохом это с этим спорить тяжело я имею ввиду с точки зрения сегодняшних исследований тоже на числе да скажите а про таких что ты говоришь каина и вы родились ганели не мгновенно и тот и другой без всякой 9 месячной беременности и так далее если смотришь с точки зрения обшаток это было до до того как был из ганелин а есть райский сад правильно да правильно хочется спросить как мне физически пройти я там давно не гулял вот геном сказали в райский сад не подсказали что геном еще называется google принципе мы должны понять что здесь основной основным является как сказал рафаэль нам идея основным здесь является идея и когда у меня есть идея то адам по большому счету это идея был ли он скорее всего да но основные мы должны рассматривать не физическое тело а идею идея человека который получил принцип идея человека у которого есть ценности идея человека который знает всевышнего идея человека который знает свое потомство у животных спросил какого нибудь льва это твой внук максимум что он тебе сможет ответить про ребенка многие животные могут ответить и узнать своего ребенка многие нет кстати говоря внук никогда максимум может быть сказать родственное что-то запах родственные определить это внук племянник никто никогда даже если это в одном стадии до ребенка своего узнать это у животных у некоторых животных отнимать не будем у некоторых этого нет когда человек не знаю 25 людей они всех помнят в лесу вы наверняка знаете кого другого прям много раку лишив зафер цадик левраха когда умер у него было 1040 потом как если не ошибаюсь и и про него скажу что он многих не знал он даже с определенного возраста он его перед он перестал практически перестал ездить на всякие семейные торжества по это не он как бы вторую был очень сильно погружен из-за этого не 104 у него было шесть детей он прожил 104 года смотри смотри у меня здесь на соседней улице примерно по прямой 150 метров отсюда есть очень хорошая семья которые знаю у них 15 детей не закатывай глазки это страшно и я они мне не признаются сколько внуков а правнуков нет у них старшему сыну когда я женился ему было 16 то есть ему сейчас 36 так что право ну нет она я думаю что старшему ребенку сейчас лет 16 15 16 и у старшего сына я знаю что у него или 8 или 9 детей на данный момент и и из 15 по моему 11 или 12 женатых я тебе могу привести другой пример обидно что на запись на запись прервать не будем когда перед родами первыми здесь есть такое понятие курс подготовки для молодых родителей и я с женой пошел там были некоторые семьи пары религиозные некоторые не религиозные и там как-то помогло последнем занятии спросили вопрос такое было уже занятие какой внук будет у ваших родителей и так по кругу всех спросили ну я отвечаю моих родителей будет третий внук у родителей моей жены второй там один у моих родителей первый внук у ее родителей первый внук у моего дедушки первый правнук все поняли много подарков получше все нормально спокойствие доходит до одной пары вязаные кипы тоже религиозная жена отвечает говорит у меня 12 у него понятия не имею мадриха возмутился смысле у него спрашивать спрашивает какой будет внук ну сложный вопрос если мы родили сегодня то 69 но если вы родим как запланированный и все остальные вся остальная родня будет рожать как запланировано то скорее всего 72 то есть они были там на восьмом на седьмом месяце то есть я его потом спросил он 10 ребенок их 10 детей в семье он поставил самый младший и он женился когда ему было лет 25 он еще как бы не 18 женился поэтому многие успели в одной семье и все прекрасно друг друга знают ну как внуков да с правнуками как правило это уже намного хуже с правнуками как правило часть да часть нет внукам я знаю очень много семей где есть 50 100 иногда и больше внуков все цена цена надо тренировать память знаешь у меня в доме в доме в котором я жил было 360 квартир и на 360 квартир в моей параллели было три или четыре человека цена в ишуле где я живу есть 450 семей есть две школы еще очень много детей учатся в школах других поселениях понимаешь две школы не одна школа годится не но школа как бы она включается да и некоторых с мелких поселений вокруг и но школа сколько человек в школе по два-три класса параллели 25 35 от 23 до 35 нет там нет старших классов детей вышло школьного возраста больше тысячи намного цена точно так же как их детских садиков у нас не одна группа у нас там не знаю сколько шесть или семь групп то же самое цена ланика мы возвращаемся к рамбану извините за слишком долгое отвлечение однако наши мудрецы не имели ввиду что наказание и награда причитающиеся человеку откладывается до дня этого суда а до этого не для человеческой души не правосудие не наказание не награды так как братья говорится о совершенных праведников которые достаиваются жизни будущего мира сразу и названа уже конечная награда жизнь будущего мира законченные грешники тоже сразу получает наказание геном чтобы там постоянно вновляющиеся карами в трактате гетин кто там у нас влюбился в наказание стёпа ты тогда с наказаниями бегал сразу причем книжку еще не успел прочитать открыл и сразу открыл какое наказание какие грешники не надо цитировать не я уже слышал и пробила на и про всех кто там рядом кто какие наказания получил не окрепшие мы будут шокированы имеется ввиду конечно андрей и арон потому что все остальные это уже слышали эти первые когда их зачитывали поэтому у меня тоже не окрепшая душа видимо поэтому брайта говорит о конечной награде за выполнение заповеди о конечном наказании за преступление но для каждого отдельного человека есть суд в день его смерти то есть у нас есть грядущий суд у нас есть суд который прошла жена про который мы говорили предыдущий главе но есть суд когда человек умирает предыдущий суд это более глобальный когда мы говорим и то что будет в итоге суд по отношению кулама ба конца дней секунду ну давай это даже берется с отдельным человеком про которого ты хочешь понять для каждого отдельного человека есть суд в день его смерти при котором он включается в одну из указанных групп совершенных праведников записав решение суда поставить печать сразу будет данный дан жизнь которым подобно жизни в будущем мире улама ба то есть он здесь разделяет ган-эдэн и улама ба который будет после великого суда но он говорит ган-эдэн фактически это почти то же самое после этого он говорит закончена грешника как будет закончена грешник раша гамур закончены грешников подписан приговор и поставить печать сразу войдут геном и подвергают секундочку а средних проводят через геном и извлекают оттуда вместо успокоения что будет разъяснено сейчас мы в шестом пункте будет разъяснено в шестидесятом как на суде который происходит изо дня в день над душами мертвых так на великом суде упомянутым в этом братье есть три вида наказание продолжителя самого легкого не определено может быть его окунут и на пять минут цена может его окунут на две недели на три месяца в котел очень горячий или как анекдот по поводу тех кто готовит чай в шаббат помните да значит есть спор с точки зрения аллахи в шаббат можно приготовить чай или кофе в третьем сосуде цен турецкий кофе нерастворимы растворимы можно и во втором можно или нет есть мнение которое говорит коллеги шум это они легко варятся поэтому даже третьем сосуде они сварятся и это запрет категорически есть мнение которое говорит мы специально что-то перелить из одного сосуда в другой мы сделали действие чтобы снизилась температура это температура недостаточно чтобы сварить здесь здесь как кто-то ценитель чая да значит ценитель чая если ему кидают пакетик в стаканчик обычно говорит может сказать давайте несколько эпитетов и метафор мы не будем значит тот кто любитель чая он заваривает чай ждет пока он остается не перестоит и после этого он спокойно пользуется этим чаем потому что это совершенно другой чай поэтому здесь упирается есть такой спор или это слишком быстро готовится так как это уже прошло термообработку это уже все равно даст вкус или это будет не чая это будет настойка по большому счету понятно что в теплой быть положите чай в холодную воду он не заварится но он выпустит чуть-чуть света чуть-чуть вкуса а если это будет не холодно не ледяная вода а теплая вода там 30 градусов не заварится но цвет будет вкус будет будем говорить свет чего и вкус чего разведется поэтому есть такой спор и здесь есть анекдот вернемся к анекдота человек раввин умирает и его отправляет кином и опускают его котел и он кричит а кто то говорит что 3 сосуд не варит поэтому мы сказали что котлы бывают разные наказания бывают разные но здесь нам сейчас подчеркивается что самые легкие время не определено потому что это зависит от его преступления и до какого момента это продолжается до того момента пока он не взмолится обратите внимание то есть до того момента когда он не осознает что он сделал это это тех которых самые легкие средняя кара это 12 месяца пока существует этот мир и ноги после 12 месяцев исторгает и они передаются ангелу думе который поставлен над мертвыми нет им успокоения то есть они подвешенном состоянии остаются это средние а строгие навеки вечные гену самые страшные злодеи они останутся навеки вечные но если вас вернусь среднем спустя 12 месяцев после великого суда не после смерти после великого суда тела истребляются души сжигаются ветер рассеивается под под стопы ног праведника и несмотря на то что среди грешников есть такие которым причитается большее наказание невиновны больше других все караются 12 месяцами кстати это одна из причин почему когда дишь читается 11 месяцев говорят не может быть что он полный праведник поэтому снимая месяц но мы не знаем сколько времени поэтому на всякий случай мы почти полный год будем читать конечно полный злодея и поэтому мы читаем на всякий случай 11 месяцев то есть мы подчеркиваем что это не полный мы его не можем раз мы его не рассматриваем как полного злодея ни в коем случае но мы не знаем сколько времени он будет искупать поэтому все то время что он скорее всего находится в геноме или может находиться в геноме мы будем читать конечно чтобы этой музыки зачастую но кары и страдания для них в геноме тяжелее чем у прочих секундочку несмотря на то что среди грешников есть такие которым причитается больше наказания невиновны более других все караются 12 месяцев геноме но кары и страдания могут отличаться это то что написано у нас в трактате гитин то что мы с вами тогда разбирали что один получает такое наказание другой получает такое наказание и все по закону правосудию и истине как сказано в книге дворим и во все его пути правосудия а